Добрый день, дорогие друзья! На часах 13.05, а это значит, что пришло время универсального формата. Меня зовут Юлия Исевер и сегодня, как и всегда, поговорим на очень интересные, занимающие темы. Что ж, летом пора праздников и наверняка сейчас вы, ну практически многие из вас думают, что же подарить, что же нарядиться, как же отправиться на какое-то либо торжество. Не знаю, это может быть свадьба, это может быть день рождения, а быть может вы собираетесь в отпуск и хотите одарить своих родственников какими-нибудь интересными подарками. Что ж, вот сегодня как раз в студии универсального формата будем обсуждать эту тему. 202-11-22, звоните, присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, рассказывайте, что же вы любите дарить на праздники, не знаю, какие-то может быть сувениры любите, предпочитаете. Друзья, заговорил я не случайно, потому что сегодня поговорим именно о самарских сувенирах. Знакомьтесь, у меня в студии замечательный гость, это Алевтина Марсажанова, предприниматель, как раз тот человек, который знает все о самарских сувенирах. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Алевтина, рассказывайте, пожалуйста, самарские сувениры, действительно, это, наверное, те подарки, те презенты, которые можно подарить и на какую-то свадьбу, да, и на какое-то торжество. И опять же, если ты едешь на торжество в какой-то другой город, пожалуйста, отсюда подойдет. Вот как вам пришла идея вообще организовать такой павильон сувениров? Давно ли раздумали, задумались? Я, как таковой, народными художественными промыслами занимаюсь давно, с 97-го года. А в таком павильоне пришло, наверное, после одного из выступлений мэра города Дмитрия Азарова, где он призывал граждан Самары проявлять инициативу в рамках проведения чемпионата. Поэтому как раз и вышло 612-е постановление о том, там, где было прописано, как должны быть оформлены сувениры, как они должны выглядеть. И с этим предложением я пришла в Самарские набережные. Меня там очень хорошо встретили. С Иванихином Олегом мы обсудили каждую фотографию, каждую букву, которая должна быть на павильоне, как должен павильон выглядеть. И вот так родились такие павильоны. Ух ты, то есть это не простое дело такое. Это как бы, так сказать, еще городская гордость, правильно? Да. Что ж, ну, сегодня мы видим, у нас представлено несколько каких-то таких сувенирных продукций, да, это книги, игрушки. Но расскажите, пожалуйста, вообще о ассортименте, каков он, насколько разнообразен в вашем павильоне. Ну, вообще, когда создавался этот павильон, была поставлена цель, чтобы было достойно представлено и народно-художественные промыслы, и самарские сувениры. Как бы, ну, если раньше был какой-то лоток, то сейчас уже он красивый, к ним очень хорошо подходить, очень нравится людям, приезжим, очень нравится вообще подходить к такому павильончику. Я предлагаю посмотреть как раз фотографии. У нас есть несколько фотографий с вашей продукцией, и чтобы наши телезрители посмотрели, полюбовались, оценили, может быть, что-то уже подыскали для себя. Вот, пожалуйста, мы как раз видим ваш павильончик, недалеко от набережной. Да, он сейчас стоит на спуске между Некрасовской и Венцика. Ну, вы рассказываете об ассортименте поподробнее. Ну, ассортимент из народно-художественных промыслов у нас представлены в основном это раскрученные хохлома, береста томская. Ой, Господи. Ну, что-то еще есть какие-то книги, правильно? Да, из народно-художественных промыслов второй сезон мы торгуем дергунками. Дергунок – это вообще традиционная русская игрушка деревянная, она ручной работы, экологически чистой краски. И вообще это дидактический материал для развития мелкой моторики у детей. То есть это деткам еще? Это деткам очень хорошо, да. Вот матрешек много, тарелок, книг. Но книг вообще, наверное, очень много полиграфии. Это издательство «Наши Акни», которое печатает книги, фотоальбомы книги. И одна из самых лучших книг, которая мне нравится, это вот «Вагана Каркаряна. Река Волга. Город Самара». Вообще это историческая книжка. В ней столько интересных фактов. Вот из этой книги я узнала, почему река Татьянка называется рекой Татьянкой, почему у нас есть улица Бувная, Караванная, очень интересные истоки образования этих номинований. Вот так вот, дорогие телезрители. Хотите вы узнать, почему же река Татьянка называется именно так? И откуда произошли названия некоторых улиц? Приобретайте, покупайте, познакомьтесь с историей Самары. Не только даже, мне кажется, иногородним, но и... Нет, и самарчанам. Очень много продукции и сувениров, которые интересны самим самарчанам. И снова сейчас, в этом году... Можно я возьму ее в руки? Ну, мы видим ее так на экране. Сейчас мы покажем, после того, как посмотрим фотографии, покажем... Это вот новый бренд Самары, похвестневская кукла. Она была представлена на Олимпиаде в Сочи, представлял город Самару. Вообще ее делают в похвестнево. И она одета в этнографические костюмы 19 века. Здесь представлены пять национальностей, которые населяют и населяли самарскую губернию. Это русские, чуваши, мордва, татары и немцы. Она деревянная, личико у них расписано художниками вручную. Поэтому они вот в таких красивых сувенирных коробочках и очень достойны, хорошие, красивые подарочки. Замечательно. Ну, сейчас наши телезрители смогут увидеть после окончания именно эту куклу. Вот мы видим сувенирную продукцию, какие-то и тарелки, и кружки, да, с видами, пейзажами Самары. Да, это и в основном. Вот эта куколка обережная, она сделана нашей самарской мастерице Мариной Яковлевой. Ложки, магнитики. Вон там лежит маленький красивый магнитик. Это вообще бренд Самары, наверное, зигулевское пиво. Это знаменитая матрешка Аленка. Вот мне 10 штук. Она деревянная, это семеновская роспись на ней. Красота, конечно, неописуемая. Мне кажется, что вот прям пропитана историей какой-то. Нет, все сувениры очень теплые такие. Они сделаны с душой, поэтому вот они имеют такую специфику. Ну, знаю то, что есть еще и туристические карты, да, какие-то открытки. Да, очень много представлено полиграфии. Я начинала говорить карты, путеводители, брошюры, буклеты по области, по всей Самарской области, по городу, по Самарской луке. Очень много буклетов и путеводителей. Они интересны не только туристам, но в основном и жителям города. Мы сейчас все мобильные, поэтому интереснее, бюджетнее купить буклет и самим съездить в любое интересное место. Можно съездить на Волгу, за Волгу. Какие-то исторические места посмотреть в нашей Самарской области. Да, потому что вот люди откуда только не едут, да, к нам, чтобы посмотреть на Волгу, погулять по набережной. А нам надо только выйти, захотеть выйти из дома, и вы уже попадете в интересные места. Это действительно так, потому что я вот сама о Кависе, к сожалению, не особо хорошо знаю Самарскую область, но я имею в виду за пределами города. Конечно, бы хотелось, потому что красота дивная, когда лежишь даже на пляже и смотришь на тот берег Волги, уже красиво. А что же за пределами города, это, наверное, конечно, надо покупать какой-то путеводитель, посмотреть. Да, сейчас очень много есть таких путеводителей, которые достойно описывают, как съездить. Есть телефоны, если вы хотите попасть в музей, то можно заранее позвонить, договориться об экскурсии. И все уже решаемо. Алевтина, ну действительно, выбор очень большой, а какие-то перспективы? Неужели на этом все, планы завершились? Либо есть, о чем еще мечтаете, что хотите? Ну, как говорят, мечты сбываются, если их произносить слух. А если чаще произносить слух, то найдутся единомышленники. Поэтому, ну, у меня мечта, я даже не знаю, наверное, очень много-много таких павильонов, ну, не таких, пускай они будут другого вида, но они должны быть культурно-сувенирные, я не знаю, туристические сувенирные такие павильоны. Чтобы люди, они, самарчане, уже знали на взгляд, что это да, вот если к этому павильончику подойти, тебе ответят на много вопросов. И гости были, знали, что вот есть такие павильончики по туристическим маршрутам, чтобы были расставлены такие сувениры, сувенирные павильончики. Ну, вы же, да, не только, как сказать, реализуете свою продукцию, но еще и подсказываете людям, еще даете какую-то историческую справку, расскажите немножко. Ну, я не знаю, имея уже, наверное, пятый год на набережной торговли сувенирами, приходится отвечать на все возможные вопросы. Например, задают вопрос, ну, первый, самый традиционный вопрос, где купить самарские конфеты, как пройти к пивозаводу, где такая Попова гора, где стоит ракета, а сколько она весит, а сколько она высотой. Поэтому я думаю, что тот человек, который стоит за прилавком в таких павильонах, он должен быть искренне рад за город, знать город, чтобы ему было интересно, и чтобы ответить этим людям. Алистин, ну, коль уж вы начали задавать такие вопросы, я предлагаю, как раз, зная то, что вы хотите подарить, да, одну из кукол, вот эту вот Баратино, наши телезрители могут ее видеть как раз на нашем столе. Правильно? Да. Вот. Что ж, ну, давайте сначала примем звонок, а потом я задам вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александра Николаевна. Александра Николаевна. Александра Николаевна, здравствуйте, скажите, пожалуйста, зачем вы к нам пожаловали, что хотите спросить у нашей гости? Я смотрю, Алистин Николаевна там, я очень рада, она очень хорошо окранирует свою продукцию. Большое спасибо, Алистин Николаевна. Ну вот так, Алистин Николаевна, привет вы получаете. Спасибо. Узнали по голосу кто? Да. Узнали? Алистин Николаевна? Александра Николаевна. Забыли, а, билетик, покупаю вас. Да. Что ж, спасибо большое вам, это, видимо, благодарные, да, клиенты, покупатели. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, если вы у нас еще на связи, а как вы думаете, какой сувенир лучше всего представляет наш город, Самару? Ну, Самару, я вот там тарелочку купила, Самара. Там тарелочка, что ж, очень интересно. Хорошо, спасибо вам за ваше мнение, спасибо вам за звонок. Кстати, для всех телезрителей хочется адресовать этот вопрос. Каким, на ваш взгляд, должен быть самарский сувенир и вообще что олицетворяет наш город? 202-1122 звоните. Ну, нам интересно послушать ваши какие-то рассуждения, ваше мнение. А для тех людей, кто хочет вот получить куклу Баратино, которая стоит у нас на столе, я задаю такой вопрос. Так, где же находится Попова гора? 202-1122 звоните, быть может, вы знаете точный ответ. Может быть, вы там бывали, есть какие-то красивые фотографии. Пожалуйста, рассказывайте о вашем путешествии. Правильно дадим тем людям, которые смогут как-то правильно ответить на наш вопрос? Те, кто знает родной край, да, кто бывает за городом, бывает в Самарской луке, они могут ответить. Ну, скажите, пожалуйста, вот действительно очень большой такой ряд, да, представлен какой-то продукции. А откуда же берутся эти сувениры? Неужели мастерицы, неужели какое-то производство? Как вообще они оказываются у вас на прилавке? Ну, вот сейчас, наверное, это самый актуальный вопрос. В преддверии их чемпионата, когда мы должны готовиться, изобрести какой-то тот сувенир, который каждый гость, каждый турист, который приедет к нам, да и сейчас приезжает, должен увезти домой. И сказать, что да, это он был в Самаре, что там есть такой, вообще классно. Наверное, ну, похистенская кукла, тарелочка. Но сейчас, наверное, этим вопросом озадачены многие. Поэтому я думаю, что мы пошли с одной стороны народных умельцев, чтобы они разработали какую-то игрушку. Единственное, могу с радостью сказать, что 11 июля 2014 года заработал городской пилотный проект на улице Ленинградской, на нашем Самарском Арбате. Алексей, я предлагаю чуть-чуть попозже продолжить об этом речь. У нас уже есть звонок, кто-то из телезрителей, видимо, очень у нас эрудированный, знает ответ на вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Галина Яковлевна. Очень рада познакомиться с таким предпринимателем, который организовала сувенир в нашем городе. Мы ездим за границу, к нам приезжайте за границу. Мы теперь будем покупать, знать, где этот магазин находится. И будем приветствовать, что есть такой у нас магазин в городе. Скажите, пожалуйста, а вы вот... Спасибо вам большое. А можно задать вам вопрос? Как вы думаете, каким, на ваш взгляд, должен быть самарский сувенир? Вот что это должно быть? Вы знаете, о космосе за границей очень плохо знают, и от любви наши будут приезжать. А лучше всего вот народные вот такие умельцы, которые делают матрешки по 10 штук. Вот я лично бы это покупала. Сувенирчики о нашем городе обязательно, понимаете? Быть может, какая-нибудь... Что-то отдельное. Ладья в миниатюре? Не задумывались? Что-то... Ладья в миниатюре. Вы не думали, может быть, этот сувенир бы хорошо представлял наш город? Ну, можно было, да, можно, можно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, не хотите ли попытать удачу? Не знаете ли вы, где находится Попова гора? Ой, Попова гора даже не могу, я честно вам говорю, рассказать Попова гора. Хорошо, что ж, спасибо вам за звонок, а мы ждем звонок от нашего телезрителя, кто ответит нам на этот вопрос и получит, между прочим, вот такой интересный сувенир Буратино. Что ж, а мы продолжаем рассказывать, где же производятся такие сувениры, что вот недавно заработал дитя на проект. Да, о том, что все озадачены, что должно представлять Самару. Это должна быть ладья, должен быть наш герб города, коза, козлики или в пару две козочки. Поэтому вот спасибо мэру города за понимание, мы были у него на приеме, и департаменту потребительского рынка за оперативность поставили сувенирные палатки для ремесленников города для реализации своей продукции. Потому что весь парадокс в том, что предприниматель готова принимать реализацию продукции, изделий народников, но только то, что пользуется спросом и нормальным ценообразованием. А мастер делает то, на что у него пришло вдохновение, ну и вот здесь наши пути расходятся. Хорошо, ну я думаю, что может быть сейчас по звонкам телезрителей мы поймем, да, что же будет пользоваться спросом, какой же сувенир самый интересный. Есть что еще добавить? Ну вот нет, и этот пилотный проект, ремесленники должны сами определить, да, вот что пользуются спросом, когда напрямую контакт с покупателем. Вот так вот, может, покупатели будут говорить, что нет, не это, а вот мы хотим вот такое больше, чтобы они поняли, как складываются ценообразования, как изучается спрос. И потом, я думаю, что у нас вместе все это получится. У нас есть звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте. Меня зовут Людмила Анатольевна. Людмила Анатольевна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы знаете ответ на наш вопрос, где же находится Попова гора? Да, я знаю. Ну давайте, расскажите нам. Самарская область, селе Ширяева. Хорошо, да, между селом Ширяево и поселком Богатырь. Вот такое название. Но, я думаю, засчитываем ответ. Да. Засчитываем ответ. Вам спасибо большое, что вы знаете так хорошо наш самарский край. Вот такая кукла очень интересная, Буратино. Ну, тоже, кстати, самарский, да, очень сувенир. Достается вам за эфиром, расскажем, как же его забрать. Спасибо большое вам за звонок. Продолжаем, да, наш разговор. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Да, действительно сейчас лето. Понятно, где находится ваш павильончик. Да, это действительно набережная, там, где прогуливаются, там, где видят народ. А когда зимой, наступает зима, где же вас можно найти, отыскать зимой? Зимой нас можно отыскать. Есть старинная сувенирная лавка самарская, где самар-эн-тур, музей, старые квартиры, и там сувенирная лавка. Это вот наша зимняя база. Что ж, ну, а какие-то телефоны, контакты вы периодически видите на своем экране. Вот внизу как раз сейчас есть информация. Можете узнавать, записывать, запоминать, и, конечно же, найдете все самые интересные самарские сувениры. Ну, остается не так уж много с вами времени. В заключении что-то хотите сказать? В заключении я про мастеров хотела сказать, что у нас 17-18 около павильона будет проходить бесплатный мастер-класс. К нам приедет очень неизвестный гончарщик из города Сызрани. 17-18 июля. 17-18, с 11 часов и до вечера, до 19 часов мы работаем. И Учаев Иван, он будет проводить мастер-класс. Можно будет сесть за гончарный круг, сделать самому себе вазочку, купить что-то из гончарки, его изделия. Вот так вот будет интересно. Что ж, вам спасибо большое. Я думаю, что действительно вот такой промысел он должен предоставить, потому что, ну, должны мы наш красивый самарский город, да, как-то еще передавать в такой сувенирной продукции. Я думаю, многим-многим захочется приобрести что-нибудь такое на память. Чтобы это было достойно представлено, и чтобы люди, которые наши самарчане увозили в подарок, те, кто к нам приехали, они привезли к себе домой, показали и сказали, что, ой, там вообще классно, такие люди классные, волжане такие открытые, улыбчивые. И столько много всего красивого. Поехали, там, съездим еще раз в Самару, посмотрим все это, покатаемся по воде. Спасибо вам большое. Мы смотрим. Очень интересный опрос. Чем же любят удивлять наши жители города, своих родных и близких, и что же является главной достопримечательностью нашего города? Стараюсь дарить им приятное настроение. Если девушка и жена или мама, то красивый букет цветов, ну, приятный салат, комплименты, чтобы в душе им было тепло. Например, вывожу на озеро в воскресенье, на шашлыки, на озеро купаться, посмотреть нашу природу. Очень красиво. Да, не знаю, наверное, нет. Не люблю сюрпризы. Люблю все заранее уведомить, как бы, о предстоящих. Просто подарки, которых не ждут. Например, там, поездка на лошадях или билет в какой-то неожиданный город, когда человек совершенно даже не может туда ехать, но поскольку у него есть на руках билет, он должен ехать и получает от этого много удовольствия. Близкий? Да у меня времени не бывает, я в комбинировку бываю, да. Какие сюрпризы? Не знаю. Я самим сюрпризы, я так думаю, когда я приезжаю домой. Поскольку я дизайнер профессии, конечно, я стараюсь быть оригинальной в этом плане и каждый раз придумывать что-то новое. То есть, иногда я их делаю не в цене, а больше, наверное, в оригинальности. То есть, удивить там, не знаю, огромным букетом воздушных шаров, каким-то невероятным стильным букетом, который преподнесет кто-то не я, кто-то другой. То есть, чтобы максимально сделать сюрприз. Ну, разные там подарочки. Туалетную воду, например, или романтик какой-нибудь. Дни рождения проводим, праздники семейные какие-то. Какие еще сюрпризы для них? Подарки различные, тоже сюрпризы. Какие просыпь? По заказу. Подарки, цветы, концерты, украшения, конфеты, обеды готовлю. Иногда. Становники какие-то. Я работаю в сфере печати. Например, последний раз на день рождения делал коробку чая авторскую. Я их радую, дарю подарки. А что еще нужно? Радость. Знать, конечно, надо, что детям нравится, родственникам нравится, и их угощать этим. И красоту. Главной достопримечательностью для нас являются, наверное, несколько домов, фасады которых еще сохранились с прошлого века. Вот. И, возможно, Жигулевский завод. Приезжаем сюда только ради Волги. Это единственное, что нам дала природа. И самарчане должны гордиться своей великой рекой, своей природой, своим городом. Наши архитектурные памятники. Памятники архитектуры, вот, если быть точнее. Почему? Ну, потому что они несут в себе историю вековую. И они в разных стилях выполнены. Мне очень нравится здание, выполненное в стиле барокко с фасадами. Это наши набережные. Вот это старые набережные. С 61-го года. Ленинградская улица. Больше всего нравится в Самаре. И площадь Ленина с Лениным. То есть, ну и все. Ну и Волга, естественно. Площадь Куйбышева. Ну, почему? Самая большая площадь в стране. В стране? Да. Ну, там проводятся всякие концерты всегда. Ну, она очень известная, самая известная им в Самаре. Это трамвай. Потому что они здесь ходят быстро. Это остановит транспорт. И они красивые, такие изящные. В общем, я считаю, что вот это самая главная самарская достопримечательность. Я не местный. Я обычно из Твери приезжаю каждый год. И у нас Твери такие раздолбанные. Их, конечно, чинить надо. А вот в Самаре это вот такое самое то. Прям из будущего будто приехал. Наверное, Волга. Ну, такая река великая, что бы. Красивая. Красивая очень у нас в Самаре. Ну, благодаря Волге, конечно. Так все красиво здесь. Самара красивая, город красивый. Девушки красивые, люди красивые. Ну что ж, дорогие друзья, в следующей части нашего эфира будем разбираться, как же нарядиться на торжество. Потому что редко пора праздников. Напоминаю вам темы нашего сегодняшнего эфира. И вот о модных нарядах, вообще о индустрии моды поговорим сейчас, сегодня именно с этими красивыми, очаровательными девушками. Что ж, я вам представляю моих гостей. Это у нас Ирина Михайлова, это дизайнер и владелец, в принципе, бутика Ирэн Мишелли. Одежда, которая как раз вот представлена сейчас на наших моделях, на наших девушках-красавицах. Ну и на ведущих телеканала Самаргиз, в частности, на некоторых. Что ж, рядышком со мной расположилась Юлия Меркулова, это стилист, девушка, которая знает все о красоте и как выглядеть очаровательно на любом празднике, да и вообще в повседневной жизни. Екатерина Марьина, модель. Здравствуйте, Екатерина. И Оксана Игнатьева, тоже модель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, девушки, давайте с вами поговорим, если уж собрались мы на праздник, на какое-то торжество. Ирина, ну, можно ли найти вообще в магазине Ирин Мишель все для праздника, для торжества, для любого повода? Для любого повода. Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас можно найти для любого повода, даже на пляж можно подобрать одежду, на свадьбу, на второй день свадьбы, на какую-то тусовку, вечеринку, аксессуары, очки. Ну, у нас есть все. То есть полностью слабо головы можно прийти практически. Да, но желательно, девушки милые, приходите уже упакованные, с макияжиком, с туфельками. Ну, там уже, чтобы, бывает такое, что приходит девушка там, мне ничего не ведет. Я говорю, ну, давайте вот прямо здесь делаем вам и причесочку, и накрасим, и тогда вот посмотрим. Вот точно все идет, все прекрасно. Поэтому обращайтесь, дорогие друзья, к стилистам. Ну, вот Юль, да, кстати, как уж Ирина проговорила, то, что если просто нарядиться в платье, но как-то самой не преобразиться, то будет не особо хорошо. Это правда? Возможно ли как-то, если только нарядом быть красивой уже? Ну, конечно, в любом образе, то есть какой бы наряд ни был красивый и тщательно подобранный, естественно, на любой девушке, на любой женщине в первую очередь внимание акцентируется на взгляде, на волосах, да, это создает полностью образ, полностью облик. Ну, в нашей студии как бы работают сейчас услуги наращивания волос, ресничек, то есть и данные как бы технологии позволяют сделать это максимально естественным, и то есть подберем образ к любому наряду. То есть если это должна быть какая-то жгучая, там, жгучий образ вам, пожалуйста, то есть можно, да, можно акцент сделать именно на взгляде, какие-то локоны, а если нужно более что-то естественное, пожалуйста, то есть сейчас тоже все это можно современными методами, технологиями. А вот говорят, что, ну, девушки, что наручные волосы, это сейчас очень сильно заметно, либо сейчас технологии до столько дошли, что вот, ну, не отличишь от натуральных? Да, действительно, сейчас у нас используется современный метод, то есть капсульное наращивание, микрокапсульное, то есть позволяет даже наращивать, там, челки даже девчонки делают. Да, то есть и совершенно, то есть незаметно. То есть все это, также новая услуга сейчас вот у нас появилась, это прикорневой объем, то есть кератиновое выпрямление волос тоже облегчает жизнь, то есть повседневный. То есть это не только какие-то образы, да, вечерние или какие-то события, то есть также можно в повседневной жизни максимально облегчить себе жизнь, то есть, ну, у кого непослушные волосы пушистые, они меня поймут, то есть как бы... А тем более лето сейчас, влажность, да, если, конечно, пляш. То есть это и защита, и удобство, то есть встал, помыл, посушил, и ты готов. То есть прикорневой объем, это вообще чудо. Находка. То есть постоянная, да, укладка, то есть салонная укладка у себя на дому, то есть просто посушить феном, и все готово. Вот так вот, девушки. Так что, ну да, нужно обращаться к профессиональному своего делу, и тогда какие-то такие мелкие женские проблемки вас не будут беспокоить, правильно? Сейчас это все ноу-хау, сейчас вот обращать, как люди думают, ой, звезды такие красивые, ой, в рекламе это все, все можно сделать, вот буквально за пару, за тройку часов. Выходишь, просто побывала у волшебницы. Да, это, как говорится, вы тоже можете быть красивыми, если обратитесь к нужным людям. Что ж, я предлагаю поговорить немножечко о нарядах, ну потому что, ну, не могу не восхититься всеми этими образами. Или, вот, допустим, у нас Екатерина, она действительно в каком-то таком морском, да, образе, в котором можно отправиться на пляж, так ведь? На пляж, и у меня даже это брали и на свадьбу девочки, потому что образ такой, он и веселый, и даже его можно и в клуб, и, ну, в первый мир, как говорится. А образ Оксаны, расскажите. Романтичный образ, тоже можно и в первый мир, это шелк-шифон, также у нее бижутерия красивая, подобрана к этому делу. Ну и обязательно, конечно, сейчас поясочки такие вот, как вот, называется поясок-кушак, который делает буквально осинную вот талию. Спасение, да, у нас всегда какое-то есть спасение на это дело. Ирина, ну, я знаю то, что вы очень активно принимаете участие в каких-то, не знаю, показах, даже сами организуете эти показы. Расскажите про эту свою деятельность. Вот, мы вот организовывали показ, как раз у нас была Юлия Меркулова, там она у нас рисовала всех девочек, и волосы также всем мы делали. Мы вот намечаем, будет у нас еще один показ, дай бог, вот может в октябре, вот сейчас отшивается несколько моделей. Будем стараться готовиться, будем вкладывать душу к этому делу. Ну и как раз, дай бог, будет открытие салона красоты. Да, то есть хотим сочетать как бы это мероприятие с открытием салона. Салон будет называться Глэм Персона, то есть там будет более широкий спектр услуг уже. Сейчас он немножко узкий, то есть будет уже как бы более полный. То есть это будет действительно какое-то такое торжественное, модное мероприятие в нашем городе? Дай бог. Какой-то ей показ? Да, будет такое мероприятие, планируем пригласить гостей и звезд из Москвы на мероприятие. Как бы мы там были сначала сами звезды, так же сами выступали, когда я тогда говорила. Ну а сейчас будем мы отдыхать от этого, пригласим уже звезд из Эстрады. Что ж, у нас есть несколько фотографий с какими-то модельками, да, с какими-то интересными нарядами. Я предлагаю сейчас их посмотреть, наши телезрители будут их видеть в эфире. Ну вот как раз это, наверное, фотография с какого-то показа, да, я так понимаю. Мы делаем постоянно профессиональные фото, как бы для души своей, для красоты. Ну и остается все это на память. Ну пожалуйста, это уже рекламные, да? Модельчики, да, наши модели. Модельное агентство у нас работает с нами. Также вот много своих подруг, которые тоже у нас являются моделями по внешности. По призванию. Рожденные, да. Ну пока у нас наши телезрители наслаждаются фотографиями, наслаждаются несколькими моделями, могут ознакомиться, да, с теми нарядами, которые представлены в вашем магазине «Ирин Мишель». Я хочу обратиться к Юлии. Юли, ну вот у нас, собственно говоря, какой-то показ, да, какое-то событие. Сколько времени требуется, чтобы полностью, скажем так, собрать модель, собрать девочку к показу? Ну, знаете, образ, он в принципе планируется заранее. То есть, естественно, к моменту создания этого образа уже в голове что-то есть, да, прорисованное. То есть, ну, в принципе, профессионалу много времени не нужно. То есть, естественно, учитываются индивидуальные черты модели. То есть, это характер, образ, какие-то там, ну, внутренний характер. То есть, соответственно, каждое платье, каждый мейкап, локоны, все это подбирается индивидуально по человеку. Ну, конечно, если девушка такая очень романтичная, то... Да, но времени много на это, в принципе, не уходит у нас. Я хочу обратиться к девушкам-моделям, Екатерина и Оксана. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, участия, вообще, не знаю, нравится ли вам наряды, нравится ли красоваться. Мне кажется, это у каждой девушки в душе, хочется что-то нибудь нарядиться, походить, покрасоваться около зеркала. Ну, расскажите, как вам живется? Ну, любой какой-то праздник, мероприятие мы все время. Первым делом идем в бутик Ирэн Мишель, ну, и к Юле наводим красоту, так сказать. Я принимала участие в трех показах Ирэн Мишель и Глэм Персоны. Спасибо девочкам. У Юли золотые руки просто. У нас было очень много человек. В показе участвовало модели 20, да? Даже больше. Даже больше, да. Вот, и достаточно быстро мы как-то все подготовились. Да, одними руками Юли. С утра до вечера. Да, тоже у тебя был день. Были какие-то заготовки. Да, и спасибо Ирэн. Мы постоянно приходим к ней в бутик. Она всегда нас радует новыми коллекциями, моделями. Вот, спасибо. Ну, сейчас лето. Сейчас какие-то, опять же, пара праздников. Ну, есть ли вот так, если, допустим, по пальцам перечислить, какие-то самые основные модные тенденции, вот что необходимо надеть, чтобы не прогадать? Не знаю, может, платье в пол, опять же, сейчас? Вообще, как бы, очень красиво, когда платье в пол. Когда на какое-то мероприятие приходит, ну, желательно там свадьба, и платье в пол, ну, это прям, ну, глаз не оторвать. Очень красиво. Ну, минус, конечно, в нем не потанцуешь, так, как любим мы русские плясать. Вот. А так это очень красивое платье в пол. Можно подобрать. Прям будет, конечно, шедевр. Ну, и кому какой цвет, конечно, идет еще, бывает, там, кому-то вот идет персиковый цвет, кому-то вот такой синий, кому-то белый, разный. Но это все подбирается, выбора очень много, вещей миллион. Так что, выберем. Что ж, я хочу задать вопрос нашим телезрителям, если они ответят правильно, то отправятся в кино, о киновертикале, я думаю, стоит побороться за приз, два билета разыгрываем мы сегодня. Сегодня вопрос, ну, не настолько уж сложен, чтобы на него не ответить. Какая ткань считалась самой модной в Европе в 15 веке? 202-11-22, звоните. Но вот сразу подскажу, что у нас этой ткани нет. Она такая вот очень нежная, как говорится. Хорошая подсказка. Да, что ж, ну, если вы сможете, на взгляд, определить все ткани, которые присутствуют сегодня у нас здесь в студии, то, может быть, и догадаетесь. 202-11-22, билеты в кино. Но какая ткань считалась самой модной в Европе в 15 веке? Что ж, мы немножечко, да, рассказали про свадьбу. Наряды действительно можно подобрать, это что-то в пол. Если это какая-то вечеринка, не знаю, сейчас какие-то открытые, да, вечеринки под открытым небом происходят. Сейчас тематических вечеринок еще полно. Сейчас вот, я не знаю, пошел бум. Мы все должны прийти на свадьбу в сиреневом, все в красном, все в зеленом. И вот тоже, вот сейчас как бы, ну, очень красиво получается, конечно, фотографии, у кого свадьба и фотосессия, там, все подружки собираются, там, допустим, невеста в белом, и все в зеленом или в красном. Там, конечно, совет. Совет? Сам, прям, красота. Мотайте на ус, дорогие телезрители. У нас есть звонок, давайте примем, мы послушаем нашего зрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Как интересно, молодой человек смотрит нас. Нравятся ли вам девушки, сидящие в студии? Сергей, расскажите ваш мужской взгляд. Очень нравится. Очень нравится. Спасибо, Сергей. Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы ответ на вопрос, какая ткань считалась самой модной в Европе в 15 веке? Попробую догадаться. Давайте. Может быть, шелк? Нет, не шелк, Сергей. Ну, вот, говорят, что вот кожа. Такая-то кожа, да. Ну, шелковая тоже может быть кожа, конечно, может быть, наверное. Но 202-11-22 попытайте свою удачу. Быть может, ты, дорогой телезритель, который вот сейчас взял как раз в руки телефон и набираешь нам, сможешь ответить правильно на звонок. Точнее, на наш вопрос. Что ж, вот сказали про вечеринки, да, то, что это, может, будут какие-то тематические вечеринки, какой-то одноцветный, какой-то именно цвет и так далее. А вот такой вопрос, наверное, больше к Юлии даже. Если у нас такое шикарное платье, если оно может быть в пол, какие-то очень такие даже агрессивные, объемные украшения, что необходимо сделать со своим лицом, со своими волосами, чтобы как-то, ну, не быть уж слишком перенасыщенной? Ну, здесь хочется отметить, что длинные волосы, они всегда длинные волосы. То есть женщина украшает именно локоны. То есть это всегда красиво. На глазах тоже всегда нужно делать акцент. И здесь, то есть может быть, либо легкий какой-то макияж, да, ну, естественно, выразить реснички хочется всем девушкам, всем женщинам, вот. То есть можно подобрать индивидуально под каждого. Опять же, обращайтесь к профессионалу, и все подберут. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Валентина. Валентина, отвечайте на вопрос, какая ткань считалась самой модной в Европе в 15 веке? Я думаю, что это Баха. Вы абсолютно правильно думаете. Я вас поздравляю, два билета в кино ваши. Вам спасибо большое за звонок. Девушки красавицы, ну, остается не так уж много времени до конца эфира. Ваши какие-то, не знаю, обращения к телезрителям, чтобы при любом каком-то поводе, при любом торжестве, не знаю, может, обращались к профессионалам? Да, девочки милые. Не бойтесь своих годов. Ко мне очень много приходит девушек, которым за 45 и любят себя. Не бойтесь говорить, что я уже старая, мне не подойдет. Приходите, подскажем, отведем, научим, оденем. Так что не бойтесь быть красивой. Что ж, действительно, не бойтесь быть красивым. Еще раз совет от меня, ну, и от Юли, наверное, обращайтесь к профессионалам. Заглядывайте, если вам вот совсем скоро отправляться на какое-то торжество, день рождения, вечеринка, свадьба, бутика Ирона Мишель. Я думаю, вам там все подскажет, расскажет, ну, и, конечно же, научит быть красивым. Вы научите, девчонки? Обязательно. Ну, вот хотите выглядеть так же, как наши сегодняшние гости, я вам уже рассказала, что нам для этого нужно делать. Что ж, с вами была программа «Универсальный формат». Мы с вами прощаемся. Как всегда, ненадолго. Смотрите на завтра в 13.05. Время неизменно. Пока-пока. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»